Здравствуйте. Когда смотришь на некоторые новости последних дней, создается впечатление, что президент Путин пытается спасти своим авторитетом токсичные проекты своих подчиненных. Например, на днях стало известно, что он возглавил наблюдательный совет мертворожденного клона пионерской организации под названием «Большая перемена». Зачем? А еще вчера он побывал на форуме, организованном ОСИ, агентством стратегических инициатив. Как известно, такая глобалистская тусовка, которая продвигает вполне себе швабовскую повесточку. Форум назывался «Сильные идеи для нового времени». Впрочем, речь президента была достаточно яркой. Мы там услышали и обвинения в адрес Америки, и всего коллективного Запада. В частности, говорилось об идее золотого миллиарда, говорилось о том, что, по сути, Запад обвинили в расизме, а также в грабеже других народов. То есть, все это было. Но зачем президент находится рядом с такими людьми, как глава Сичупшева, как бывший вице-премьер Шувалов, на котором проб ставить негде, или главный цифровик при президенте Песков? Ну, это вообще тушите свет. Такое впечатление, что президента пытаются использовать. То есть, ему представляют какую-то нереальную картину мира. Заставляя его молодиться и прикрывать собой заведомо провальные проекты. Между тем, не можем не согласиться с главным тезисом президента о том, что мир меняется. И меняется далеко не в лучшую сторону. И вот одним из свидетельств такого изменения стала речь заместителя министра здравоохранения США, трансгендера-извращенца Рэйчела Левина, который на полном серьезе заявил о том, что нужно применять некие блокаторы полового созревания, чтобы дети не могли понять, кто они, мальчики или девочки. А потом делать им операции по смене пола. Вот, видимо, это и есть главное направление изменений современного мира. Еще одно направление – это, конечно, ковидобисия. Мы видим, что на Западе опять разворачивается ковидная истерика. Запустили даже какой-то вирус под названием кентавр, который поражает в основном половых извращенцев. Ну и наша партия ковида, как и предсказывали разные источники, в том числе и Низыгрь, в четком соответствии с планами ЦРУ и Викфарма, озвученными на закрытом заседании Конгресса, начали накручивать новую кампанию. Тут и маски, и требования прививок в госучреждениях столичных городов, и прочие радости. Кстати, превентивные удары пытаются нанести и по возможным лидерам сопротивления. В частности, на днях стало известно о приговоре, жутком, жестоком приговоре, 10 лет лишения свободы, замечательному оперному певцу из Осетии, Чельдиеву, который стал стихийным лидером народного сопротивления к Уаркудам. Ну а в Петербурге суд продлил срок содержания под стражей предпринимателю Александру Коновалову, который тоже содержится по совершенно надуманному основанию. Между тем, деградирующий и катящийся куда-то в ад коллективный Запад не собирается сдаваться. И войну они затеяли совершенно нешуточно. Например, вчера мы наблюдали удары с беспилотников по Запорожской АЭС. Пострадали 11 человек. Слава Богу, энергоблоки не пострадали. Но это очень серьезная заявка. А глава Пентагона открыто заявляет, что война на Украине перешла в решающую фазу. Ну, видимо, имеется в виду решающую с точки зрения выделения бюджетов на помощь ВСУ. Но и тем не менее. Понятно, что сейчас провокации только усилятся. Кстати, российский министр иностранных дел Лавров на днях заявил, и это впервые прозвучало на таком уровне, о расширении географии специальной военной операции. Изначально, напомним, власти говорили исключительно об ЛДНР. Ну, официально говорили, конечно. Причем министр Лавров связал это расширение с поставками дальнобойных артиллерийских систем. Но мы знаем, что эти самые дальнобойные системы поставляются давно. И, в частности, недавно газета «Вашингтон пост» прямо написала, что приоритетом для США являются поставки систем типа «Химорс». Это РСЗО, которые позволяют поражать цели на расстоянии до 300 километров. Есть, конечно, и хорошие новости. Например, на этой неделе ряд телеграм-каналов заговорили о предстоящей отставке Кудрина. Этот яркий представитель за кулисы, человек, на которого ставила демократическая партия США, и даже пыталась протащить его на должность президента России. Вот этот персонаж может скоро покинуть нашу страну, хотя его пресс-служба, конечно, это опровергает. Но, тем не менее, ходят слухи, что даже именно этому будет посвящено следующее экстренное заседание Государственной Думы буквально в течение недели-двух. Если это так, если это произойдет, то, конечно, это очень серьезный звоночек всем оставшимся сесливым. И такая отставка, конечно, потянет за собой целую вереницу других отставок, потому что понятно, что с уходом Кудрина не усидит и Силуанов, и Набиулина закачается, и какой-нибудь Новак, который тоже является его креатурой, наверняка потеряют свою должность. Параллельно в СМИ появляются вбросы о том, что ряд российских банкиров, представители крупных еврейских родов получили или пытаются получить украинское гражданство. Назывались, в частности, фамилии Фридмана, Авена и еще ряд подобных персонажей. Ну, пока пресс-службы этих деятелей все это опровергают, но надо сказать, что если это случится, это не менее важный сигнал, чем удар по Кудрину, потому что вот эти представители СМИ банкирщины, конечно же, обросли очень мощными связями в госаппарате России. Поэтому семейство Фродковых, например, и прочим другим товарищам из их пула стоит приготовиться. Традиционно оптимистичными выглядят и зарубежные новости. Ну, например, Германия объявила о том, что она готовится жить без российского газа. При том, что ряд паникеров из этой страны уже заявили, что зиму они не переживут. Ну, собственно, флаг в руки. За что боролись, на то и напоролись. А президент Путин съездил в Иран, где поговорил не только с президентом, но и с Айталахом Мини, а также с вездесущим Ордоганом, чьи позиции отнюдь неравнозначны иранским. Там тоже прозвучало много важных заявлений. Мы об этом сделали отдельный материал. Но надо сказать, что тут есть, конечно, серьезная опасность. И аналогия с Тегераном-43 здесь не совсем уместна. Ну, хотя бы потому, что Эрдоган никак не тянет на союзников по антигитлеровской коалиции. Не будем забывать, что Эрдоган продолжает поставлять в СУ байрактары. Причем есть оперативная информация о том, что ими и управляют турецкие офицеры. Те самые байрактары, которые убивают русских парней. На Украине. Мы видим и другие провокации подспудные. Видим попытки где-то подставить ногу, где-то какие-то сепаратные переговоры о создании объединенной армии будущего великого Турана, которая будет, конечно же, направлена против России. Причем в эту армию пытаются втащить большинство стран ОДКБ. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы предостеречь наше политическое руководство от жарких объятий с Эрдоганом, потому что такие объятия могут оказаться очень опасными. Иногда с помощью объятий можно задушить. Ну и закончить этот обзор хотелось бы напоминанием цитаты из государя Александра Третьего про то, что в России только два союзника. Армия и флот. Никакие Эрдоганы в союзнике нам точно не годятся. России нужно научиться жить своим умом и перестать цепляться за вот этих вот соросят и выходцев из Даутского форума. Всех этих гомосеков, цифровиков, борцов за экологическую повесточку и ковидобесов. Но перехитрить дьявола не удавалось еще никому. Этих инфернальных сущностей можно только изгнать. И начинать надо, конечно же, с себя. То есть с российской элиты и тех, кто принимает решения. Собственно, этим мы и пытаемся с вами заниматься. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok